Всем привет! Как и обещал, представляю вашему вниманию комплект гитарей для модернизации механического бубна и превращения его в электромеханический бубенец. В описании оставлю ссылку на сборку механического бубна, вдруг его кто-то не посмотрел. Также, пользуясь случаем, обращаюсь к тем камрадам, которые смогли воспользоваться моими моделями, и их все устроило. По возможности прошу поддержать мой канал донатом для реализации других более амбициозных идей. А мы приступаем к сборке, а точнее к тому, что нам понадобится. В первую очередь нам понадобится мотор-редуктор. Пара кнопок. Перепечатать деталь номер 8 и номер 11. По возможности перепечатать деталь номер 1, 3 и 4. Но при желании данные детали можно не перепечатывать, а доработать напильником. В описании я оставлю ссылки на все электронные компоненты на Алиэкспресс, как обычно. Но эти же компоненты можно найти на родине в специализированных магазинах. Также у мотора-редуктора необходимо будет укоротить вал на 2-3 мм, который будет вставляться в шестеренку подкрутки. Чуть не забыл. Теперь бубен можно запилить под автоматы серии АК в калибре 7.62. Переход добавлены в архив. Теперь можно это дело и собрать. Собираем наш бубен, если еще не собирали, или разбираем, если уже собрали. Разборка подразумевает отсоединение передней части от задней. Из передней части нам необходимо удалить шестеренку передаточную. Передняя часть готова. Убираем сторонку. Из задней части вынимаем блок с механизмом подачи и шахту. Необходимо снять штатную полку и убрать ось подкрутки шестеренки. Вместо них вставляем новую полочку и переход для мотор-редуктора. Перед установкой обновленной полки на блок подачи шаров необходимо установить мотор-редуктор. С уже припаянными проводами. Схему вы можете увидеть на экране. Также на схеме даны рекомендованные длины для проводов. Фиксация мотора производится при помощи винтов М3 на 25 мм и гаечек М3. Также можно зафиксировать мотор через третье отверстие при помощи какого-нибудь маленького шурупчика. Теперь устанавливаем полочку на блок подкрутки, совместив вал с осью шестерни подкрутки. Фиксируем полку на блоке при помощи винтов М3 на 25 мм. Продолжение следует... Важное замечание. Не забудьте проверить направление вращения мотора, прежде чем устанавливать его на шестеренку. Если направление вращения будет неправильно, то вы сломаете пружинную шестеренку. Теперь все необходимо вернуть в заднюю стенку корпуса. Она у нас либо напечатана заново и имеет отверстие под кнопки, либо доработанным напильником. Если вы решили дорабатывать напильником, то, соответственно, можете использовать кнопки, какие вам больше нравятся. В моем варианте установка производится в обновленный корпус. В данном случае в первую очередь устанавливаются кнопки. Можно их фиксировать на суперклей, но вообще блок подкрутки после притягивания его винтами должен кнопки придавить. Продолжение следует... Продолжение следует... Установили кнопки, придавили блоком подкрутки и зафиксировали винтами. Теперь устанавливаем крону и закрываем корпус. Готово! Теперь поясню, почему я использовал две кнопки. Первая кнопка, фиксируемая, отвечает за подачу питания на нажимную кнопку, чтобы во время транспортировки ваш губен не удумал изнасиловать крону до приезда на игру. Так, нажимая, не работает. Подаем питание. Работает. Также вместо крона можно использовать аккумуляторы сопоставимого формата. Вот такие дела. А на этом у меня всё. До скорого. И не болейте. Продолжение следует... Продолжение следует...